Путин отказался лететь к Кадырову. Сегодня кремлевская табакерка просто радует инсайдами, а лидер Чечни при этом получил угрозы, потому что оказывается, что собрал бабки для того, чтобы организовать встречу с Путиным. Взял у людей деньги, теперь Путин отказал, а Рамзан деньги не возвращает. Люди обозлины. А что это такое, что отказали мне два раза? Не хочу, сказал Путин. Кадырову, значит, не едет. Может быть, пишет Кириенко, значит, решил посоветовать такое Путину в ответ на кражу фур с яйцами из Донецка, который организовал Кадыров. Господи, там яиц уже ни у кого не остается. Что происходит? Известно ли нам что-то о возможной конфронтации между Путиным и Кадыровым? Вы знаете, конечно, Путина и Кадыров это такой вечный вечный танец с саблями. Причем не в смысле балета Рамы Хачатуряна, а в смысле очень такой... Здесь два хитрых, очень коварных, очень циничных и зависимых друг от друга человека, друг от друга ненавидящих. Путин прекрасно понимает, что Кадыров его ненавидит. Прекрасно понимает. Естественно, и другая страна тоже это все понимает. И один другому платят деньги Путину, собственно, Кадырову. Кадыров отвечает ему такой песьей преданностью, как он говорит, хотя на самом деле это преданность гиены. Как только что-нибудь будет не так, Кадыров предаст первый, вне всякого сомнения. И эти скандалы с яйцами, с тем, что обещали встречу с Путиным. Ну, Кадыров человек, который просто возьмет деньги у кого угодно. Хорошо, за встречу с Путиным. Нет встречи, что деньги надо давать? Ну, конечно, нет. Иди нажалуйся на него. Кому? Кому нажалуйся на Кадырова? Кому? Путину нажалуйся на Кадырова, что за вас взяли деньги, а вы не приехали. Ну, кому? Кириенко нажалуйся? Таких Кириенок на завтрак кушает Кадыров. Поэтому... А вот история с яйцами, она, конечно, симпатичная, анекдотическая. Естественно. А то, что у Кадырова с Кириенко конфликт, так у Кадырова конфликт со всеми. Его ненавидят в ФСБ, его ненавидят в армии, его ненавидят в администрации президента, его все ненавидят в России. Ну, естественно, потому что он себя вот так ведет. Ну, Кадырову наплевать. На то, кто его ненавидит. Ну, плевать глубоко, он все прекрасно понимает. При случае, х***, х***, х***. При случае, х***, х***, х***. Не будет случая, будет улыбаться. Да, это, конечно, кошмар просто. Но яйца, это смешно, согласно с вами. Борьба просто была за фуры, потому что Кадырову надо было тоже Чечню обеспечить яйцами. Это все демонстрируют нам вот эти затрофейные, куриные. Демонстрируют какие процессы? Нет, ну, с яйцами не пошутишь, потому что как не пошути, все будет пошло. И главное, повтором, все про яйца уже пошутили. Тут уж ничего, ничего не сделаешь. Ну, яйца такая, конечно, характерная очень вещь. Очень характерная вещь. Пришла беда, откуда не взяли. Вдруг дефицитом и проблемой стали яйца. Мне кажется, что яйца, они такие родственники, как ни странно, Бориса Надеждина. Потому что это такие очень странные черные, пока лебедята, пока маленькие лебедята, маленькие предвестники беды. Что когда-нибудь Россию погубят что-то вроде дефицита яиц. Вот представьте себе, что яиц будет все меньше, меньше и меньше, а потом не будет совсем. Такое может быть? Вполне. Вы знаете, может. Это может быть. Более того, я очень хорошо помню Советский Союз в конце 80-х, это уже было. Когда не было ничего, и яиц тоже, в том числе, вообще не было как таковых. Можно себе представить, что какой-нибудь политик даже не средней руки, а нижнего эшелона, а придет к власти. Вот такой, как Надежда. Можно. Путин был таким же. Путин был ровно таким же, он был никем. Можно представить себе такое? Можно. И, может быть, слушайте, дефицит спичек, дефицит табака. Табак не растет в России. Все что угодно может быть. И, например, сочетание дефицита яиц и дефицита табака может привести к революции. Запросто совершенно. Как дефицит хлеба в Петербурге привел к революции 17-го года. В феврале 17-го года. Все то же самое. Все то же самое. Это же известный перевод, а именно, скорее, написанное стихотворение Маршака. Маршак знал, о чем писал. Потому что в Кузнеце не было гвоздя. Здесь всегда в Кузнеце нет какого-то гвоздя, из-за которого и конь споткнулся, и король пропал, и город пропал, и государство пропало от того, что в Кузнеце не было гвоздя. Продолжение следует...